спасибо за стрим вы в телевизоре я у себя посетил просто что мне скучно просто о, Макс тебя узнали а, Набиру, привет она у меня в чате сидит Набиру, заходи в Mamble не мучайся да, в Mamble сундук опять вылез о, еще Набиру придет а, кстати, а где можно найти вот этот арт с мужиком который ты сейчас влево если могу я бы себе его поставил но у меня на сайте на ipad здорова Диманыч привет передадим привет варгеймингу в телевизоре лучи варгейминга Барти заходил да я знаю, да, да там в этом сраном варгейминге блин, интернет тихо подрыв репутации все прибегут хики, у меня на сайте что ты стесняешься ну вот там где-то одна из крайних надо еще стремленьше ой а че меня искать хитбокс, леший просто все просто я успел ухватить этот ник а че у тебя проблемы с этим ником? да постоянно занят приходится что-то придумать на беру, да? да, привет а, тебя Юля зовут у него есть я люблю прозвищ предпочитаю они как-то у меня короче стрим на половине отвалился и начал работать под конец не, он периодически у меня вообще фризил то есть звук шел а картинка просто черт на экран но я думаю что это скорее всего проблема хитбокса а не потому что многие писали что у них все норм ну охеренно знает в любом случае мне хитбокс нравится кстати была очень интересная мысль которую вот я я под конец заметил что когда вот ты рисуешь что-то у нас вот на собрании геймдела в Киеве озвучили такую мысль что нужно быть готовым к тому что твой арт будет дорисовывать порой это очень сильно раздражает астера нет просто нужно понимать когда ты работаешь это не твоя ну не твоя собственность не твоя частная работа но это не ты то есть данной работе надо относиться как к решению задачи ну вот просто приводили много примеров когда вот автор был опечален тем что на картинке добавили кучу всяких ненужных вещей либо что-то убрали это да нет это наш конфликт интересов или вижн и непонимание то есть эти проблемы решаются арт-дирекшеном то есть для этого есть арт-директор то есть человек которому как режиссеру доверяют он является концентратором носителем и просто сосредо великим разделителем то есть он как раз решает вопрос что должно быть что не должно быть потому что он единственный человек на проекте у которого визуальная часть проекта в голове целиком не твоя персональная работа а как твоя конкретная работа вписывается во весь проект целиком и к этому не то что надо быть готовы надо просто понимать что это уровень ответственности и уровень ответственности нужно делегировать там кстати народ спрашивает может ты проедешься по остальным в принципе да могу если что прям вообще целиком подвергнуть оверпейнту я серьезно считаю оверпейнт бессмысленным занятием я сейчас вижу рисую просто потому что хочу расслабиться а что такое оверпейнт это то что ты дорисовываешь да это что я сейчас вижу просто дорисовываю это что это работает вот как раз киньте да ссылочки на работу если кому то что то надо ну вот Артур то есть картинки которые ты дорисовываешь да и погоди я не успеваю чат читать реши прекрати дрисовывать человек страдает а хороший вопрос а вот как же понять что что ты хочешь нарисовать если хочешь то не ты работодатель вопросы телепатии эти вопросы беда в том что в рашке к сожалению во первых индустрия очень молодая и культура общения и культура работы взаимодействия в принципе блин культура жизни как то очень сильно была повреждена за последние несколько лет так вот серьезно я работал сейчас с англичанами и работал параллельно с русскими а вот серьезно с англичанами тебе даже понимать не нужно они пишут так что у тебя вопросов не возникает вот ты настолько четко уже видишь что нужно сделать я им дал два варианта скетча маленькие там нейлики просто вариант композиции они такие окей берем вот этот один из двух все в разработку походу пару правочек внесли таких и все на честную автоработку хотел узнать бумажную лучшую cg sister да это вот эта твоя работа еще раз уточни потому что у вас там много что улучшить самое главное это то что я говорил про gesture это ее некоторое эмоциональное состояние внутреннее у нее поза сейчас абсолютно не соответствует тому что она делает ну не абсолютно но вот помните что я сказал как бы художник он как раз отличается тем что он в отличии от простых смертных способен видеть не только белые черные он видит градации он видит степени он мыслит не абсолютными категориями а нюансами и твоя задача подобрать в ползунке нюанса такую позу и такую эмоцию такое настроение чтобы она как можно ближе попадала вот сейчас рисую вот наметил себе вот такую цель ты такой сделал скетч он попадал вот сюда блин нет нет сюда нет сюда 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 и постепенно через несколько несколько итераций скетчинга рефа перебираешь вдохновление просто перевариваешь переживаешь это как актер ты все ближе и ближе приближаешься к тому состоянию которое действительно ты говоришь ты просто щелкаешь пальцами вот оно и вот как режиссер говорит нет Не то, не то, еще больше страсти Больше, ты должен делать это сам для себя Ты смотришь эту работу Блин, нет, больше Ага, вот оно, все, замри Вот когда говоришь, замри Ты должен запечатать эту картинку у себя в голове Ты ее по сути видишь идеально Пройдя через весь путь поиска В хорошем варианте Ты ее в конце видишь Очень кристально чисто И все будет сводиться к тому Насколько твое техническое мастерство Позволит тебе Твои руки, глаза, умения, знания Донести эту мысль людям Насколько четко ты сможешь воспроизвести Эту работу из своей головы Здесь говорю конкретно Вот, грубо говоря, мысль была у тебя Она вполне конкретна Но она немножко, по-моему, недотянута Композиционно и ритмически Особенно смущает Очень После мимики и лица Одним из основных Выразительных частей тела Являются руки Жестикуляция решает Она настолько там Тонкие нюансы работают Малейшая ошибка В жесте Руки Кисти Пальцев Изменит Общее настроение Характер персонажа Или всей картинки в целом И вот в данном случае Я бы еще Посоветил бы тебе Поискать Некоторые более Более выразительные Более подчеркивающие Твою конкретную мысль О характере Этого персонажа О его истории Причем Действительно Зачастую Когда ты рисуешь персонаж Ты знаешь его историю И это Как я сказал Не красотка Которая Безымянная Тупая С большими сиськами Нет в мире Человека Красотка Есть Симпатичная Девушка С славянской Внешностью С белыми волосами И Не знаю Ее там бросил Парень Или у нее Все плохо Или все хорошо И сценаристикой Кстати Очень интересный момент Есть Что Как бы сказать Для этого Вам нужно Посмотреть Одно Видео Окей Я просто Его сейчас Покажу Где она Лежит Вы его Быстро Найдете Но я В двух словах Скажу О чем О чем Оно Это видео Именно для Сценаристов Вот оно What Make a Hero Что Делать Герои Да На английском Извините Поэтому я Скажу По-русски Пересказ Суть в том Что Сюжеты Строятся Как правило Как Боже Самое сложное Сейчас Сформулирую Так Чтобы Тавтологии Не было Сюжет Всегда Начинается Когда Что-то Случилось Он Никогда Не Начинается Когда Все Когда Ничего Не Происходит То есть Если Жил 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 Человек Это Неинтересно Че Какая Смой Фраза Ладно Погодите Я договорю Отвечу Систер Да Я отвечу Ну То есть Он Жил Жил Это Неинтересно Самый Интересный Момент Когда Он Ногу Сломал Что Он Будет Делать Дальше А ему Завтра Диплом Сдавать Вот Тут Начинается История Как Он Будет Выкручиваться И Это Только Завязка А ведь В структуре Драматического Произведения Есть еще Развитие Усложнения Кульминация Развязка Там И прочее И Это все По большому счету Очень близко К тому Что делает Иллюстрация Просто Иллюстрация Это Делает Одним Кадром То есть Глядя На одну Иллюстрацию Или Даже Дизайн Порою Ты Можешь Рассказать Целую Историю Стоит Ли Использовать Для изучения Анатомии 3D Модели Если Модель Хорошая Почему Нет Цвет Это Одна Из Составляющих Передач Как раз Так Вот Этих Посыл То есть Некоторого Сообщения Это Один Из Знаешь Как В языке Есть буквы Пробелы Запятые Целые Предложения Метафоры Это все Конструкты Которые Составляют Некоторый Язык Так вот Цвет Это Один Из таких Конструктов Для художественного Языка Туда же Включается Форма Туда же Включается И ритм И Композиционная То есть Некоторое Повествование Во времени Очень тонкий Момент Что Понятие Ритма Кстати Просто Это Напрямую Касаться Повествование В иллюстрации Ну да Лор Просто вроде бы В сингловой картинке Времени Нет понятия Времени А ритм Определение Ритма Напрямую Связано Со временем Он якобы Ну не якобы Реально Ритм Работает Только На протяжении Времени Так вот Для Картинки Одиночной Понятие Время Это как раз таки Тот Путь глаза По этой картинке Тот Маршрут Тропинка По которой Композиция Ведет Глаз зрителя По этим дебрям И рассказывает По дороге Историю Вот это Есть повествование И это же Атмосфера Атмосфера Сама по себе Не имеет Ничего ценного Атмосферность Скажем так Она лишь Средство Подчеркнуть Некоторую Историю Вот Все Подчинено Истории Смыслу Смотреть С анатомией Фишка такая Что я Лично Я На самом деле Ее не задрачивал Никогда Я Грубо говоря Когда-то сел Посмотрел Какие там Есть Кости Как оно там Все работает Фишка в том Что в чистом виде Анатомия Не имеет Опять же Никакого смысла Она всего лишь Необходима Для понимания Принципов Функционирования Привычного Человеку Привычной Человеку Системы Такого же Человека Чтобы не Ошибиться Потому что Человек Очень хорошо Знает Как выглядит Другой человек И Он знает Это настолько Хорошо И даже Не осознает Он заметит Малейшую Ошибку Малейшую Фальшь Если она Была достигнута Именно Не только А анатомия По большому счету Цена Только Принципами К которыми Настроиться То есть Зная принцип К примеру В скелете Человека По сути Содержатся Практически Все виды Шарнирных Соединений Которые Используются В промышленности Ну грубо говоря В машиностроении И они Используются В машиностроении Потому что Был изучен Скелет Человек Учился У природы Да Ну Я хочу сказать Что они Не потому что Они есть человек А потому что Как показывает практика Это наиболее Оптимально Именно и так и есть Потому что Как бы природа Ну вот этот Человек Именно учится у природы Потому что В этих всех Условиях Которые Мир Как бы создан Он такой Работает И он весь работает Он гармоничен В нем все работает Идеально И было бы неэффективно Сидеть и Изобретать велосипед Если можно взять Как бы то Что уже было Изобретено Мышцы Принципы Соединения мышц Это все те же Пружинные Пневматические Механизмы Которые используются Тоже В технике Они работают По тем же Принципам Зная принципы Опять же Работы Этих Крепления мышц Антиподов Мышц Ну которые Сгибатели Разгибатели Где Какой вид Соединения Какими принципами Управлять Ты можешь по сути Создать любое Существо Которое Будет для человека Достоверным То есть Он будет на него Смотреть Несмотря на то Что это вроде бы Фантастическом мире Может происходить Он может выглядеть так Что ты действительно Можешь поверить Что эта хрень У тебя там Под окном бегает Куча вопросов Фулсайз Алодов Я не буду Выкладывать По простым Коммерческим Ну как бы Договоре этого Не помню Было или нет Но лучше не буду То есть Все таки Лаврес Извините Это собственность Компания Это не моя собственность С водяным знаком Да Поэтому все С копирайтами Пластика зависит От ритма В этом да Это вся фишка Пластика зависит Не от самого факта Анатомии Хорошо Смотрите на экран Это так Одна из книг Которую я скину Попозже Ну Я сегодня составлю список И постараюсь На утро Чтобы он был опубликован Сейчас Анатомия Буквально вчера Я эту книгу смотрел Она охренительная Обратите внимание На название Я сейчас Открою любую страницу Которая мне понравится Оставлю ее здесь На минут 5 Пойду покурю А вы пока Рассмотрите хорошенько Сейчас только У меня до сих пор Комп тупит Поэтому я все таки Извините Шташоп Закрою Я думаю Не буду я больше рисовать Сохранитель Не сохранять Сохранитель А сохраню У меня аж бэкап есть Бэкапа святое Кстати В работе Вот так А вот Взять Зачем Сучать Анатомию Если Грубо говоря Ты рисуешь Каких-то Вот допустим Деревья Я только что Тебе объяснил Деревья Ну Ну пока не Ладно Для деревьев Не обязательно Будешь лететь Вот Вспомни Никея Который лепил А ты не видел Чувак лепил Трианта Для доты И у него Стала проблема Что руки Не руки Он смотрит На эти Ну мы смотрим На эти руки И они Не руки А он хочет Чтобы это были руки Так вот Чтобы сделать Дерево Которое Будет работать Ну который Вызовет ассоциацию Как груд Посмотри на груд Он антропоморфен Он работает По всем принципам Человека Но это не человек Но В нем учтены Все ритмические Конструкции Человеческого тела Ритмические Не фактические Что там мышцы Коя же там Все херня А ритмические Пластика Движение Степени свободы Его суставов И то там Отступление Потому что он Блять растение Он мог Взять просто И там Руку вытянуть На сто пятьсот километров Вот он и попался Так Какую бы вам страничку Оставить Так чтобы интересно было О Флажочки Самую Самую последнюю Авторов Спасибо А вот кстати Рисунки Похожи Вот эту Оставлю И уйду Ну вернусь Я еще полистаю Я просто хочу Обратить Ваше Внимание Нет Вот серьезно Смотрите на эти рисунки И скажите Где здесь анатомия По большому счету Здесь анатомия Настолько Условна Но при этом Вся жизнь Жизненная энергия Человека Сохранена То есть Он Он работает Будучи Очень утрированным Очень приблизительным Если придерутся Это некомпетентные люди Серьезно Не работайте В этой компании Придерутся А я не знаю Можете Будет придраться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пропал Он просто отошел Он же сказал Что он пойдет покурить Да И повернется А ты Питаешься ответить На вопросы Ищет Ну да Спрашивает У меня Водозу Пропал Или нет Я ему ответил Он вернулся Я покурил Он Электромедика Не на самом деле Я грубо сказал Не работает Ведь компания На самом деле Там вопрос был Давай еще раз Найду Ну типа Если Если ты такого человека На Тестном задании Нарисуешь Тебя пошлют Все зависит от задания Смотреть что там написано Об этом я говорю Работа в индустрии Это решение задачи Это не просто Сиди и рисуй Своё удовольствие Ты сидишь И решаешь Конкретную задачу Как любой другой специалист Как программист Как геймдизайнер Как сценарист И вы вместе решаете Одну общую Глобальную задачу Подтверждаю Если я перейду На электронную У меня так Не знаю Я врасту В стул Наверное Это единственная Хрень Которая меня Отрывает Жопу Размять булки От компа Нет Нужно просто Брать с собой Чай или кофе И ставить его Параллельным Углу комнаты Если ты хочешь Попить чай Ты встаешь Идешь Пьешь Хитро Ну это близко Я хочу Надо звезды Посмотреть Рассвет Встретить На кухне Ну я обычно Рассвет встречаю Летом особенно Выходишь Покури Там все В 6 утра Такой О солнышко В Питере Нужно не ладиться У меня Ну дом высоко Видно все Охренительно Ну как Не высоко В смысле Рядом маленькие дома Поэтому Мне отлично Кто так Про свойства материалов По живописи По рендеру Уточни Там народ Куча картинок Накидал Там Да Просили Да Простите Давайте Ой Так ссылочки Немножко Неудобные Ладно Закрою книгу Эти книги Я все Полинкую Потом Найдете Так Это кто Накидал Дай ответ Укажу на ошибки Давай прям Я начну с конца Все ссылки Которые вижу Я буду открывать Ковалев Иван Ну хоть не хороший В смысле Понятный Ага Прям Дотку Узнаю Дотку Пацаны Тут Дота На стрим Ну он там Концепт У меня Да Кто не знает Ребят В мамбле У меня сейчас Сидит Половина А нет Не половина Заглушенных Но это Кажется Варкшоперы Из Доты Ну не все Ладно У меня просто Бомбить Взяли Этот Нексонов Пуджак Лигзам А че там Залили Че то Да Взяли Там А че Выложили Сундук Да Да Еще там Я не видел Погоди Не Ладно Давай Говори Так Это знак Вопроса Не кстати Неплохой Ну Есть один Нюанс Это то что Я говорил Про дизайн Упомянул Это отвечает На Ковалеву Иванов Хотя не Вот Такой спросить Зайдите Моделлеры И скажите Вам хватит Такого концепта Ну я знаю Что вам то хватит Да нет В принципе Нормально Крепкий Концепт Логичный Конструкция Довольно логичная Заострить Кристалл бы А нет Мне наоборот Нравится Что он такой Необычный Правда Как пиписон Смотрится Может быть Может быть И заострить Ну реально Ну А это вообще Для кого я так Устрою Ну Судя по тому что Это хук Это пудж Я боюсь А мы дойти сольемся Все люди разбегутся О боже Все Пока идут Мне тоже кажется Вот по форме Что он гибкий В общем я скинул тебе Можешь посмотреть Чего ты мне скинул Ну Снова Я там добавлю А Да ладно Я потом гляну Чек на все это дело Ох Мне фотошоп до сих пор Отойти не может От этих конульсий Окей Серьезно Сейчас Как убедиться Что я хочу заниматься Сежей всю жизнь А вот Кстати Отличный вопрос Этот вопрос На самом деле Звучит Как вообще убедиться Чем ли я занимаюсь По жизни Вот тут будет один Просто Ответ будет один Простой Но очень Бомбящий Это любовь То к чему Вы будете возвращаться Постоянно И станет Вашим основным Занятием по жизни Чем бы вы не занимались По жизни Вы такие Начали Не знаю Там нефть Бурлить И просто такие Ааа Вас ломает И рисовать хочу Все Заберите эти вышки Ты берешь нефть На полу Да Ты берешь эту нефть Проджигаешь Проджигаешь И уходишь рисовать И ты такой идешь Причем сзади пламя Такое горит Такой Фак е Я пошел рисовать Горите в аду Неудачники Это то Что действительно Ну не дает тебя спать Это любовь То есть Чего дышать не можешь Это будет Твоим Это лучший Способ Определить Чем ты хочешь заниматься По жизни Самый Проверенный Скажем так Ах Разрешение маленькое Правда Ну ладно Не люблю я маленькие Разрешения Нет Давайте Чуть 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 Тысяча Тысяча Мне просто Кисть Какая не работает Видишь У меня шум Такой Непонятный Шум Шумфактурка бумаги Ну не только И даже если я текстуру уберу Вот эта кисть Которая работает У нее нюанс Как раз то Что она Вот сейчас Проведу самую тонкую линию Которую она может И она Видишь Она шириной В два пикселя Минимум Короче Для этого у меня есть Вот Инг Который Может работать Более тонко Гарри Да если я люблю Павлач Что мне делать Ищи сокровища Чувак Чего Найди океана То есть Найди океана Ладно Сейчас быстро намолю И что-нибудь еще Гляну Что там есть Мне вот непонятно Это желтая ерунда Что это за форма Форма странная Но по-моему Она понятна То есть Как бы Вот здесь Видишь По шейдингу По страз Передайте Это понятно Круг Ну давай Я сейчас нарисую Тебе А у меня поход Артемка опять Заметла Нет Круг мне понятен Я про то Что пониже Ну а значит Тут эта плюха Она вот такая О боже Ну вот Плинское разрешение Она просто плоская Она просто вот такая Самое простое объяснение Судя по шейдингу А мне лично Не хватает объема Чтобы эту штуку Считать более-менее До нее-то она по-моему И так будет работать Ну мне конечно Просто кажется Простой Здесь видно Что просто шейп Заэкструденный Можно было бы Да конечно Здесь что-то Поиграться Чуть-чуть Нексона Это чек Чей Это турнир Да Это корейская Да поебут Насколько я помню Это Очень крупная Корейская фирма У которой Там Куча Игр И Брендов Сжечь ее надо Ты бы знал Сколько они Денег Зарабатывают На этом все Жить их надо Догадай Ты бабульку цитируешь? Бабульку? Ладно Там еще какая-то ссылка Прилетела Ну Поэтому Хуку Самое критическое Будет Добавьте Избавься Отключение Что этот тролль Украл ракету Джинкс А Там Дин Это когда Еще я откусил ее По стилю Интересно Ну Опять же Стиль Такая Такой вопрос Ну Довольно Любопытное Решение Есть Конструктив Негко ломается Но Для иллюстрации Конструктив Не так важен Как Для Концепта Или дизайна Поэтому Это тоже Можно считать Частью Стиля Но Нет Не расслабляйте Булки Потому что Опять же Сначала Техника Если вы чувствуете Что Что То что люди Называют Стилем Является вашим Недочетом Вам Не знаю Должны спать И видеть Как вы Учите Технику Ну Прокачивайте Свою технику И это Становится Вашим Осознанным Решением То есть Если данные Искажения Или Некоторые Легкие Нестыковки Были Не задуманы Это плохо Если они были Задуманы Сделаны Очень тонко То это Хорошо Не красота Мозка Техника В целом Это То Как Твой Мозг Дружит С твоими Руками Да Именно То что Ты Воспроизводишь Именно То что Ты задумал А не как Получилось Никаких Случайностей Быть Не должно Вот Не Иногда Бывают Приятные Такие Экспериментальные Находки Просто В ходе Работы Так Оу Клево Я этого Не задумал А так Получилось Это Хорошо Это Просто Тебе Плюс Еще Одно Решение В копилку Если Я в голове Не представляю Что я в финале Хочу Не начинай Рисовать Пока не Представишь А вот То есть Ты себе Полностью Представляешь А не Можешь Рисовать А вот Это Уже Вопрос Техники Обучения Скилла Случайными Вещами На самом Деле Ну Живопись Занимается Случайными Вещами Но живопись Это чисто Ну Какое-то Декоративное Искусство Я же На самом деле Могу говорить Только за прикладное То есть То искусство Которое решает Задачи То Которое Не может быть Самостоятельным То Которое Слушать Как конкретные Цели Потому что Чистая живопись Еще расскажу Это что-то Декоративное Что-то Можешь повесить На сцену Оно будет Давать настроение Вот там Могут быть Случайные Плюхи Хоть писькой Намазанной Не важно Что Лишь бы они тебя Радовали Каждое утро По сути Это не решает Никакой задачи Возможно Представить Хорошие художники По большому счету Видят заранее Что они хотят Сделать Прям Вот Смотрели Сериал Герои Там В сериале Герои Был художник Который Рисовал Будущее И его Там очень Классно Показано Как он Прям Видел И просто Обводил Вот С опытом Вот к этому И приходят Ты видишь Это очень Четко Чем дальше Ты Тем больше Ты работаешь Чем четче Ты видишь Каждую Следующую Работу Еще до того Как ты ее нарисовал Музыкант Слышит мелодию До того Как он ее сыграл Не всегда Не всегда Я говорю Есть место импровизации Но и как раз таки Скетчи Это и есть импровизация Это и есть Те поиски То пополнение Библиотеки Скетчи Также один из путей Вот Представить Что ты хочешь получить Максимально Лучше Убедиться В том что То что ты представляешь Будет работать Да Но вот даже Для скетча Либо для какой-то Импровизации Нужно обладать Каким-то тулом Техника должна Для скетча Очень сложная На самом деле Чтобы выполнять Вот сейчас Я открыл мой любимый Борд Со скетчами И лайн артом Сейчас найду Какой-нибудь Пример Чтобы показать Прямо Чтобы Вот чтобы Выполнить Вот настолько Экспрессивный Минималистичный Но очень четкий Скетч Нужна очень крепкая Техника Это очень тяжело Да Все правильно Всем своя дорога Я никому не навязываю Это всего лишь Мои Мои взгляды Да Я сам с собой Ты в телевизоре Ссылочка Ссылочка Дайте мне Дайте ссылочку Сейчас Да Хитбол Еще Ну Некоторые Заблуждения Там По поводу Лайн артов Красивые линии Никогда не появляются На ровном месте Под ними всегда Есть некоторая Подложка Либо в виде Очень долгих Поисков На других Листах бумаги Либо Прямо Легкие наброски Незаметные А Ну Да-да Я тоже всегда Просто рассказываю Все мое И Мне как бы Пофиг С натуры Как раз Ну что Вот да Люди Которые Рисуют Как принтеры Я не знаю Зачем они рисуют Я не понимаю Вообще Зачем это То есть Это очень круто Такой Ты открываешь Фотка Лежит ложка На столе Рядом рисунок Такой же точно Ложки Ты такой Ни хрена себе А через 5 минут Понимаешь Она хрена Зачем он это сделал Захотелось А кому это надо Ну захотелось Молодец Нареально Человек Принтер Не Есть отдельные Примеры В производстве Такие ниши Как Ну Специализации Которые требуют Именно скилла Рендера Там Или Линий Знаете Как комиксы Рисуются Там есть Раскадровщик Компоновщик Линии Отдельный человек Линии делает Отдельный Тон Там Отдельно Цвет И Не из головы Идею Рисую А понял Не из фотки В смысле Не с натуры А из головы Типа Люди принтера Еще раз скажу Что Это он на запись поставил Как он нафигачил Финальную работу Ты себе не представляешь Сколько он работы сделал Перед тем Как ее нафигачить Дофига Там очень много поиска И прочего Дерьма Даже если он не видел Либо За кадром осталась Фотка С которой он рисовал Ха-ха-ха Шах-ха-ха Татейст Шучу Я не знаю У этих людей Нужно спросить Зачем такое снимать Именно поэтому Я сегодня занимался Не оверпейнтом Именно поэтому Я считаю Это бесполезным занятием Именно поэтому Я постарался Сегодня объяснить Не просто показать Как дядя Что-то сидит Магическим образом Вырисовывает Как-то это появляется А рассказать Почему Почему важнее Чем как Причина Куда важнее Цель Бесплатная Что рисовать От техники Многое будет зависеть Если ты их каждый день Рисуешь в течении Трех лет Ясен пень Ты их будешь бомбить Просто как это Не напрягаясь Но вообще существует Вообще разная техника Да Кто как рисует Да Абсолютно разные подходы Я вот в прошлом году На лекции Романа Гроу Он вообще Пятно любит Он любит пятно Я люблю Я линии люблю Вот В очках кореец Круче О Круче Ничего Ничего Молчу А как же Холивар Да Архейм там был Кажется Давай глянем Психология И философия А Нет Нифига себе Тут Архейм у меня В композиции лежит Я эту книгу Не осилил Она очень тяжело Написана Но очень рекомендую Хотя бы Попытаться И начать Читать Там в начале Очень лютые Классные штуки Но написан таким языком Что его читать Невозможно просто Психология У меня тут что-то А может Память Это я даже не читал По развитию памяти Ошо Это просто Ошо Вот Пиплвайр Рекомендую Пиплвайр Человеческий фактор Он Программистами написан Просто Про Работу в команде И создание Организацию работы Очень классная книга Именно для Таких Новых сфер Деятельности Как наши Потому что Для них просто Нет методологии Нету Менеджмент Вообще зеленый И не знают Как с людьми Общаться Что здесь важно Как построить Непонятно Цвет Цвет Дело Блин Тонкое Как бы Показать Я вряд ли Что-то смогу Быстро Я могу сказать одно Что по большому счету Для работы Цвета Нужно понимать Всего две вещи Это Механику Цвета И психологию Цвета Это все есть В одной книге Которую Любой из вас Сейчас хором Назовет Где она у меня Тут лежит Яхана Ситон Искусство Цвета Рядом с ней Искусство Формы Они очень связаны Просто Поэтому рекомендуйте Книги читать вместе Цветом Анализ Анализируйте Не знаю даже Еще один совет Постарайтесь Не отделять Цвет От Света То есть Я воспринимаю Лично Я воспринимаю Сущности Как Единые Лорган Лорган Да все правильно Ты правильно меня понял Но Нет Карандаш Можно взять и пораньше Он может стимулировать Твою картину Ну Укрепить Твое видение Картинки Это и будут Те самые скетчи Поиски Там Нейлики Маленькие Миниатюрки Зарисовочки Композиционные Может быть Какие-то фрагменты Эмоциональные Если это Персонажка Отдельная Но все В целом Оно помогает Тебе увидеть Лучше Четче Ну Финальный результат Но все-таки Сама Формулировка Того Что ты Будешь рисовать Должна быть До того Как ты Начнешь рисовать Вечер добрый Привет Опа Доровки Рисовать объем Нужно Погоди Это тоже У нас в телевизоре Если что А Креативе Да Рисовать Объем Нужно Сразу В цвете Или Для новичков Все же Лучше В ЧБ Далее Я тут Устроил Кью М И Старо Объем Лично Я Опять же Я очень Слишком Люблю Линии И Я скажу Что Сейчас Я покажу Как рисовать Объем Я не рисовать Буду Я просто Покажу А Я просто Покажу Картиночку С курсов С моих Запись видео будет Да Верно Ну Твич Пишет Мой Какой твич Это Фитбокс Фу Да Фитбокс И ЛБС Мой Вроде Пишет Рутком Сейчас Я покажу Технику О Нашел Я быстро Фишка в чем Почему я больше Люблю линии Они Они клевые Нет Они Позволяют Куда более точно Работать с Конструктивом Пятна Куда больше Лучше подходит Для случайности И вот Как живопись То есть Для Эмоциональности Более Эмоциональной Работы Если работать С объемом То нет Сначала Линии И только Вот Что-то Типа вот это Называется Врезка То есть Вот то Что сверху Эскиз Это то Что я Вот Как раз Делал скетч Того Что я хочу Нарисовать Некоторое Черновое Представление Ну Это как бы Было задание На курсах Дальше Эта штука В трех Ракурсах Там Спереди Сверху Сбоку Дальше Я четко Ставлю С какого Направления Я на нее Смотрю Эту фигуру В голове Я держу Целиком Я ее верчу Как в 3D редакторе Но в голове Воображение И рисую Просто рисую Ну тут Простроение Перспективное Это как бы Опять же Требование Задание Было Чтобы все Простроения Были Причем Простроение Насквозь То есть Эту фигуру Я вижу Как рентгеновским Зрением Верчав 3D Если бы Включили Сеточку Просто Без Шейдинга И вот С этого Начинается Работа С объемом А вот Цветотональная Разработка То что Ты говоришь В черно-белом Пятнами Это следующий Шаг Потому что Здесь появится Свет Свет Категория Которую Нужно Тоже Понимать И ее Нельзя Брать Сразу В расчет Это Будет Лишний Блин На твоей Штанге Про то Что Я говорил На общем Стриме Оно Помешает Тебе Ты Просто Пукнешь Пока Поднимать Будешь Эту Штангу Или Штанги Порвешь Завалит Тебя Короче Поэтому Можно Все Делать Постепенно Ну Кто Кстати Моя Работа С А что За курсы Да Они Закончились Давно Уже Да У Скотта Робертсона Я Кстати Буквально В прошлой Неделе Сидел на этом Канале Пересмотрел Его видосы Он Конечно Рассуждает Да Просто Вопрос Конструктив Рассматривается В промышленном Дизайне И Немножко В анатомии Потому Что В анатомии Оно На него Базируется Там Надо Короче Надо Нельзя Приступать К анатомии Не имея Представления Об объемах Но В конструктивном Дизайне Давайте Я еще одну Свою досточку Открою Вот у меня Концепт арт и дизайн Здесь есть Примеры Подходящие Что такое Промышленный дизайн Ну вот Собственно Есть Промышленный дизайн Вот поэтому Вот для этих работ Нужен очень Точный контроль Линии Несмотря на то Что это скетчи Дальше делается Как бы В производстве Очень точные Чертежи И схемы И там нужен Очень тонкий Контроль линий Нужно уметь Пладеть там Линией Формой И прочего Да Скотт Робертсон Показывает В принципе Основные Хотя нет Сделать проще Виталия Куивлева Опять же Зайдите Потому что Он как раз таки Упарывается По Вопросам дизайна И у него есть И в стримах И в каких-то Записях его Виталий Куивлев Давайте я кину Чтобы вы его долго Не искали На планшете Учиться линии Куда сложнее Чем На бумаге Я уже объяснил Я уже объяснял Почему Тебе еще раз объяснил Не Все Все Павел Шучу Но все равно Иногда приятно Взять карандаш Вот Вот у этого Пацана По видосикам Посмотрите Его тоже Стрим Он часто ведет Молодец Он просто сейчас Крас учится И он сделал Хитрую вещь Он Вместо того Чтобы забиваться Там в углу У себя И сидеть Учиться Он По сути Учится параллельно И параллельно Учит других Ну Просто Ведет стрим И на этом стриме Он рассказывает А что я сегодня узнал Чего я сегодня Тренировал Да Да Вот канал Да Спасибо Я просто Вк отдал Потому что Ну там всякие анонтики Бывают у него В фейсбуке У него тоже Отдельная Плюха И тому подобное Вот Слушай Я не знаю Было ли На стриме вопроса Нет Почему ты На хотя бы Ты же сказал Да Что ты Почему Хотел рисовать Почему Программирование Бросил Ааа Ну я не сам Ну Нет Совсем бросил Я стараюсь Держаться В тонусе Соса Сайте Ковырять Ну конечно Скриптинг Не кодинг Как бы Плюсы Я наверное Забыл Уже Давно Хотя Принцип Вроде Помню Как бы Синтаксис Все херня Там Логика Главная Почему Именно Потому что Что-то одно Надо выбирать Дорогу Направление Нельзя Разрываться Жизнь Одна Время Одно День Не резиновый Я вот сейчас Даже подумаю Да там Может трехмерку Немножко Посворачивать Ну вообще Скажем Не смотреть В ее сторону Ну Так Подумываю Он Говорит Круги Надо рисовать Все правильно Говорит Он Круги Рисовать Все правильно Я поэтому Сегодня Начал лекцию С такой Вот Очень муторной Темы Про мозг Про эту херню Надеюсь Что-то там Получилось Донести Потому что Виталик К сожалению Виталик Да он Говорит Что надо 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 Но он Редко Говорит Почему И вообще Редко Кто говорит Почему Надо Почему Нельзя Взять Там И сразу Все это Сделать Когда Запись Будет Но Она У меня Уже На Ветели Женщины Но Завтра Наверное Просто Я Пропустил Пришлось Сработать Домой Ехать Орк День Рождения Поздравить Пацана Погоди Мы Одногруппник Просто Поздравил Боже Меня Весь Скайп Завалило Просто Сатана Что Происходит Вовка Зрянов Такой Годный Стрим Считает Что В Реал Тайм Скул Отучился Я В Реал Тайм Скул Не Был А Че Ну Так Че Маман Спрашивает Так Прикольно Карамик Да Ну Досточка По дизайну Она не очень Большая Давай Лорган Удачи Заходите Еще Я Возможно Сделаю Конкретный Стрим По персональной Работе Ну Чтобы От начала И до конца Но для Для этого Нужно Начать Персональную Работу А для Этого Нужно Найти Время Между Заказами И вот Как-то К сожалению Пока На персональную Работанное Время Нету Ближайшие Месяцы Точно Не будет А там Посмотрим Ну Соответственно Везти Буду Где-то Здесь На Хитбоксе Заходите Кубические Сисюльки Да Сипульки Сипульки Бифорукальные О боже Я хочу Найти эту хрень Это из Математической Логики Сейчас Это Абстрактный Пример Сипульки Бифор Блин Бифорукальные И там Еще Что-то Бла-бла-бла Блин Сипульки 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 Бывают Латын Где-то Там Небольшая Задержка Ну 15 секунд Максимум Секунд 15 Это Мало Ну На Твиче Там Еще Больше Лешего В Дотку Да Я Если Буду Дотку Там С Товарищем Наверное Ладно В Попу Сипульки Что Хорошего В том Ноже С Синим Лезем Уловил Не Вот это Класс Например Дизайна Ассоциативный Дизайн Так Называемый Забудь Про Дизайн Они работают Они сохраняют функционал И имеют некоторый эстетический оттенок Очень конкретный Плюс по технике Исполнения Они сделаны видно очень быстро И очень четко Ой Музяка Ой Дентал Верхний мне понравился Остальные Да Ну потому что он реально Ты же не любишь фантастику Конечно тебе бы эти два не понравились Последний вообще похож Как будто даже ухудшился Возможно Ну знаешь да Метательные ножи Они настолько предельно простые Вообще по форме То есть все что круче Оно проще по форме Вот блин такой классный Чарактер дизайн Какой? Вот сейчас будет Увидишь Какой из них? А этот? Ну вообще Не они все Они все в одной линейке Лайнап персонажи Очень классный Техника хорошая Ну опять же Они работают Ну я с дизайном На самом деле Только дружу Дружусь Потихоньку Там очень глубокое болото А я все таки Понимаю Что мне иллюстрация Ближе Бакомская драйверная Семь собственная задача Рабочая Область Да есть ЦМИК Диман Расскажи людям Про ЦМИК А что рассказать Ну В целом Что это Чем отличается СМИК от РГБ В каких случаях Он используется СМИК СМИК Это модель Цветового пространства Описывающая Отражение света От поверхности То есть Это Изображение на бумаге Если так Это же для типографии Да Ну вот там СМИК Это изображение На бумаге Описывается Красками Именно Вот этими Четырьмя А РГБ Это математически Компьютерный Ну грубо говоря Это экранный Телевизор А РГБ Это Модель Описания Светящегося Изображения То есть Изображение Вообще-то И ЛТ Монитора Да Монитора Который Показывает Системе РГБ Собственно Проблема в чем В том Что У них Разный Цветовой охват Например РГБ Показывает Хорошо Светящиеся Цвета А ЦМИК Имеет Больший Диапазон Например В тональности Типа Как и краски Там Гуаши Какие-нибудь Но зато Он очень плохо Показывает То есть Вообще Срезает Глубокие Цветящиеся Да Потому что Бумага Цветиться Не может И так далее Поэтому Когда ты рисуешь Изображение Для печати То есть Иллюстрацию Тебе нужно Постоянно Помнить Что Твои Цветящиеся Объекты Они на самом деле Довольно Ограничены И очень помогает ПРУФ КОЛОР В фотошопе Там Контрол Вай Оно Сразу Тебе Показывает Как Это Будет Да И то Это Только Превью Потому что При преобразовании Произойдет Немножко Другие Изменения Разве По-другому Будет Возможно Там Наверное Профиль Зависит А Ну да Там Даже Превью Можно Выбрать Другой Профиль Преобразовывать ЦМИК Нужно Уже После Сведения Всех Слов Потому что Если Переключиться В ЦМИК Там Уже Другие Идут Результаты Всех Сложения Математические Операции Да Там Вообще Просто Жуть Будет Вот Покажу Классно Работает Подокурить Я Скоро Закончу Что У меня Родители Звали До Если есть вопросы Еще Че Там Угу А Че Вопросы Еще Идут В Чате Там Да Я Нажал А Ком Зависит Да Нет Вроде Тоже Люди Уже Подостали В Дотку Завод Ну я Не знаю Даже Будет Седнев Греть Да Отдохни Уш Уш Что За Бред Мою Тему Просмотрела 123 Человека Просто 123 Человек К Бежен Спасибо Да На Здоровье Так Решка Сомборно Получилось Я Опять Жен Немножко Размахнулся И то Я Просто Грубо Не Успел Отрезать Немножко Лишнего Уш Прям Нет Почта Но Так Ты Все Су Су Ничего В Следующий раз Так В том Что Анимация Там В рамках Анимации Иногда Рассматриваются Некоторые Штуки Которые Были бы Очень Были бы Полезны Даже Если Вы Обратите В Эстетике Особенно Я бы Сказал Трехмерщик Чтобы Ваши Монстры Не были Деревянными Куклами Мертвыми Ну Ну Не имею Дуни Монстр Ваши Ваши Персонажи Получили Жизнь Да По геймдизайну Были По психологии Там Ничего Такого Особо Я уже Говорил По геймдизайну Очень хорошие Книги Есть Две Кажется Сейчас Гляну Боже Где Геймдизайн Вот он У меня Искусство Геймдизайна Лучшее Чего Нужно Почитать Проектирование Архитектуры Игр Тоже Можно Но Она Более Сухая Но Искусство Геймдизайна Просто Охренительное Не Только Комиксы Еще Раскадровки Режиссуры Это У меня Тоже Отдельно Папка С книгами Пример Еще Покажу Одну Из Най-н Лучших Которые Я считаю Directing The Story Кстати Да Она На английском Так что Смиритесь Она Очень Классная Она Прям Вообще Пускай Люди Очень Английские Так Хоть На каком Это уровне Пару Слов Более Тут Здесь Куча Картинок Я думаю К ним Достаточно Простые Описания Что Происходит Сейчас Я помню Здесь просто Была Картинка Какая-то Здесь Раскадровки Аладдина Еще Что-то Ну Прям Живые Вроде Как Насколько Я помню На работе Сказал С кадровками Я работал С раскадровками Диман Знает Они как раз Помогают Вот этому Скиллу Видеть И очень быстро Фиксировать То что ты увидел Максимально быстро А помогает Фиксировать То что ты видел Во сне Ну в итоге Ты можешь реально Проснуться И свой сон За раскадровку Сделать Почему нет Да Ну На слух Английский Иногда сложно Там еще С акцентом Кто-нибудь Начнет Говорить Вообще Шайтанама Леший А пользуетесь ли вы Системой контролеверсии Буга Зачем Правильно Ну мне зачем Так кто тебя знает Не Она нужна Когда В команде Работаете И то Только Когда команда Больше трех человек Тогда заводите Систему контролеверсии Потому что Нужны ответвления Нужны Бранча Всякие Которые Ну чтобы люди Могли в какой-то момент Либо вести Параллельную Разработку Либо Не опасаться Что они Что-то сломают А если вы Работаете Втроем Вдвоем То вы и так На словах Все решите И вам Дропбокса С гугл диском По уши хватит Это еще одно Усложнение Да Усложнение Да Да То есть Если это заводить То просто Еще и Обслуживать надо И кто у вас Админом будет Это такой вопрос Программист Только потому что он Программист Я имею ввиду Среднестатистическую Какую-нибудь Инди команду Из трех человек У кого Хороший вопрос У кого Какая температура Процессор Я не знаю Процессор Поток Дисклейптора Все очень сильно Зависит от того Что за процессор Я могу показать Нормальная Празная Боже я работал Просто когда Ну вот Когда стримил на черном 10 гигов Было съедено Два Два где-то там Запасные были Вот И в анатомию Прикрепил Ноги эти Там же Чашечек нету Где Где ноги Ну посрединке Ну там мышца Видно Мышца Так я особо В анатомию Не залезаю Для меня она не является Какой-то целью Она инструмент То есть я Люблю Ей пользоваться Как некоторым Вспомогательным инструментом Но У меня никогда Не будет цели Сесть и нарисовать Охранительно Клёвого человека Она мне неинтересна Я скорее мультипликацию Это че Давай Макс Мог бы и здесь сказать Или ты Фига себе неинтересна Да не Макс че-то написал А его тут нет уже А нет Да он че-то заглушил Понятненько Понятненько Ну Отличные эти Аналогии Ну Животный Человеческий скелет Как бы тоже Помогают понять Как Происходит Преобразование При некоторых Изменениях Там По весу По ходьбе Принципам Питания Сношения И прочего Это все Иногда важно В Креатер дизайн Ну В дизайне существ В дизайне даже И персонажей И прочих Просто полезно Я говорю Просто Человеческое тело В итоге Стало Ну Хороший источник Некоторых Даже Вдохновительных Или логических Исходов Тоже Хики Тоже Кидалова Не кидалов Стро Да ладно Я тоже Пойду Леший Вот О Напоследок Я вам покажу То чем Не особо Кто-то Интересуется ВFX Причем 2D ВFX Это божественно Я очень хочу ВFX Поанимировать Для этого У меня отдельная книга Да Есть Я ее укажу Сейчас я ее покажу Чтобы вас Соблазнить Сейчас Человек Не кидал Да Спасибо Что 6 человек Так Соблазни 66 человек Сейчас Диана Анимация Вот он Elemental Magic Ти-ди Две книги Двухтомный пост Посвященный Рисованным Эффектам Ручками хочу Ручками В фотошопе Есть Таймлайн Хороший Из Афтер эффект Перенесенный Покадровый Меня не интересует Особо Трехмерный Меня Не особо Интересует Классическое Господи Все Отлагало В стиле Это отдельный Вопрос Стиль анимации В принципе Одни и те же Какая разница А Господи Вот да Это кстати Это книга Ответ на вопрос Как я делал Завитушки У мистера Фриза Эта книга Меня Не научила Она меня вдохновила Я скажу так Причем там Второй том Полностью Посвящен Тупо воде И тупо огню Кажется Спасибо за субтитры Пойдем кравить Варфейс О нет Спасибо Вы варфейс Сыграете Нет А че Маму куепал Мамке привет А ты в World of Tanks Сыграешь Да 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 Ну ладно На самом деле Семен Надо спать Вся фигня Правильно Мамка гонит Да там Палкой Стоит Ладно Ладно Труб Ты че там пышешь Ты валяете сидишь Выкакиваешь Слышишь Лезь Магия Тишина Он не знал Да Ладно Так Как мастер Большую картинку Ну я лбанить пока не буду Посидеть А он сам ушел Большая картинка Чтобы не лагало Можно разбивать на куски Ох Большую картинку Чтобы не лагало Большую Какое разрешение ты имеешь ввиду Я сейчас сам потею Там у меня будет заказ Там что-то на 15 тысяч Да лагает И это много Я обычно работаю В пределах Восьми трех Где-то так На 5к Лагает Ну прости Исходи В этот Супермаркет За оперативкой За двумя модулями Кстати у тебя сейчас сколько оперативки? У меня сейчас 12 вроде Ух ты блин Не не оперативка Не процессор Хотя нужно смотреть Смотри как конфигурация В целом Может быть и процессор Может быть там все менять надо Да Для фотошопа оперативка важнее Частота не критична Серьезно ЦПЦПУ ЦПЦПУ вообще сейчас не особо Что берет на себя Слушай Сейчас в этом фотошопе ЦС Короче Когда очень много слоев Он еще А я не в ЦС У меня Шестой ЦС У меня Офлайновый Ну Лицензионный Но он офлайновый Ну в смысле старый Как бы Я Креатив Клауд еще не подключал Но хочу Может быть попозже как-нибудь Не ну нам что поставили А то поставили Дома у меня вообще ЦС Читает А не ЦС О! Я только что открыл книгу, которую я хотел открыть, просто забыл Ну в смысле Вообще сам Я ее сам не читал еще А, для аниматоров, да Тоже Джестер Джестер для аниматоров Все, я посмотрел У меня памяти достаточно Убедился Да Смотри, тут уроки есть какие-то Слушай, сейчас автопатия будет дольше, чем Да не, не будет Сколько она там А сколько в целом тот стрим был? Два с половиной часа получилась Ого Вот я, наверное, полчаса только посмотрел Я обычно тупо пролистываю книгу Запоминаю, что Ну, как бы Осознанно запоминаю, что в ней есть И возвращаюсь к ней по необходимости Я никогда не перерисовываю книги Я вообще, говорю, стадики делаю очень редко Я всегда учился на живых пациентах Все работы, которые лежат в онлайне По сути, это вот те работы, на которых я учился И продолжаю учиться Возвращаться Возвращаться, возвращаться на мучи В смысле? А то я вот собираю все, ну, в сути, а потом не возвращаюсь А, не, я говорю, я просто помню такой А, у меня же там в этой книге, там, а, или в этом Борде в пене лежит такая картинка И она мне еще поможет, она прям в тему А, вот не знаю, я вспоминаю просто То, что нужно Фильтровать Я думаю, что есть Диман, учись фильтровать информацию, которую запоминаешь У тебя просто, видимо, там место уже кончилось Да, нет, у меня, кстати, Ленка тоже самое говорит Я просто знаю, что ты действительно рассеянно И, грубо говоря, хаваешь все, что попадает в твои уши и глаза Без разбора Это, ну, характерно, там, не знаю Людям действительно постарше Время было другое А, там, реально, сейчас текущее состояние Это основная задача Тупо фильтровать, там, потоки информации такие, что Что фильтровать приходится очень люто И если ты этому фильтровать не научишься, ну, будет тяжеловато Ты меня че старичком считаешь? Ну, относительно меня, ты, в принципе, старичек Ты без названия не можешь Нет, ты зрелый, мой мужик В рассвете силы Не плакай Все еще впереди Нет, про это мы не говорим Блин, нет, я тоже хочу поскетчить Ну, я в третий раз из скетчбук завел файлик Думаю, буду бомбить Просто хочется Уже знаешь, это моя слабая сторона Скетчинг в целом Быстрее скетчи? Не быстрее, а именно с точки зрения техники Чтобы они были четче Чтобы они были конкретнее Я долго возюкаю, пока я попадаю То есть, чтобы попасть, мне нужно повозюкать довольно долго Вот Ой, не спрашиваю, что это прожжена налога Потому что дизайн сайта и эта закорючка будет скоро переделываться Точнее, я ее переделываю Но мне нужно время, чтобы скрипты переписать на сайте Дизайн пересобрать Ну и вообще он еще не разработан Но он будет меняться, пока что это заглушка Считайте, это просто плюшкой-заглушкой Основная проблема, почему я от нее отказался Это как раз мне хочется нечто более эмоциональное Даже не просто символ, а именно нечто эмоциональное Немножко выразительней Но такое же, скажем, лаконичное Я вообще, наверное, об этом долго думал Как мне кажется Просто графический дизайн не мое Я не умею Я хотел сказать Как мне кажется, у Лешева сайт будет меняться всегда Всегда, а это мое хобби Когда нехер делать, что делать, сайт переделать Причем он не остается Моя специальность стала моим хобби Мое хобби стало моей работой Самая быстрая картина Картина по времени Хороший вопрос, потому что я хер знаю Что считать картиной А неделю, наверное, для доты Вот эти лоудскрины Два последних С Рики Мару и Шадоу Демоном Они за неделю сделаны Ну, вот эти Сейчас Ладно, на сайт зайду Джестерс Грау, не боись Я весь список литературы подкину Ребятам В паблик они выложат Все нормально Я там отмечу только самые Которые я считаю ценными Вот эти вот работы Вот это Сейчас Вот это иллюстрация За неделю А, он терпеть не может Обкакается Сейчас Покажу Окей, давайте Я Вот Про книгу вопрос был Ага Сейчас, пока Я тебе советовал Браться Ты же знаешь Приходишь Смотри, да Паш По идее, да Ты так это Скаканул Можно было брать Их в туман Больше Да, это называется Списание По большому счету Я это имел ввиду Это означало, что Они не имеют По большому счету В принципе, никакого там Особого смысла Потому что, если ты их спишешь Их задача подчеркивания Вот этой трехточечной Перспективы Вертикальной Ну, тоже спишется И по большому счету Их лучше просто убрать Чтобы они не мешали Потому что Сам ракурс И сама поза персонажа Который там был Я напомню сейчас Про какую работу мы говорим Сам ракурс персонажа Был отработан Достаточно неплохо И Он давал это ощущение Вот этой Давлеющей возвышенности То есть, как он На тебя смотрит Реально, как на говно Боже, где он? Я его найти не могу Он же был в начале Где-то Да, ё-моё Я его найти не могу Может, его удалили, не? Я его не вижу Там и не было пространства В этом и фишка Там Не нужно пространства Серьезно Опять же Тут все зависит от задачи Которую человек хотел решить И Надо у него спрашивать Как бы Входило ли вы в его задачу Показать Ну Зачем ему показать пространство О чём эта картина Как по мне Эта картина Именно о том Что Молтаэль На всех Вертел на своих серпах Так вот Чтобы показать Что Молтаэль всех Вертел на своих серпах Не обязательно Показывать Где он вертел Этих людей Ну В каком месте он был Когда он вертел Этих людей У Молтаэля Кстати Если кто не знает У него очень Интересный дизайн Сейчас покажу Точнее даже Он был сделан Он был сделан Такое ощущение Что целиком Под промо-арт Как персонаж Потому что Он стал Символом Так Если я найду эту работу А вот она Самый главный промо-арт Диабло Ох Я втошоп Закрыл Печалька Ну вот И Может быть кто-то знает Да В чем секрет Этой картинки Там есть Легкая пасхалка И И это суть Дизайна Молтаэля Просто скажите Да Череп Паша наверное знает Просто Вот Кому скажешь Что здесь череп Вот этот Глаза Вот это Глазницы Нос Ну Именно Дырка носа Ты после этого Не можешь развидеть Этот череп И он Построен Очень классно Именно потому что Он Именно в этой позе Он образует Череп При этом Если вспомните ролик Промо Которым он появлялся Первый раз Он появлялся Именно в этой позе И это все Не случайно Я вам вот Зуб даю Это все Было задумано Продумано Заранее Удачи Ну это От твоей Спорченности Зависит Да я сейчас Заканчиваю Ой ладно Да надо Давайте я вам Сейчас Нет Человек просил Все таки У которого Там Ломка будет Я покажу Вот Вот Это книга Ну вот Записываю название Я ее открою Маленькое Сделаю Не вторая По счету А все три Потому что Это разные издания И они редактировались Они просто имеют Разные названия На самом деле Я так понял Первая и последняя Это точно Разные издания Одной книги Вторая Возможно С легким уклоном В анимацию Ладно Я вас оставлю На пять минут Если еще Какие-то Вопросики мелкие Есть Пишите Я пойду Покурю Вернусь И еще минут Через пять Короче Скоро Приду Кстати Плейфейер По этим материалам Потому что Он хотя бы Занимается Анимацией В отличие от меня Я теоретик Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и и в сети есть вообще все и было бы желание найти можно все а с другой стороны если ты не знаешь что искать то искать ты не будешь да надо спать всем бобра давайте только под нойзо я пойду катать все это за дно это западня не хватит маны небесной все они все равно давайте бобра спасибо ребят надеюсь я говорю все все же слишком сумбурно получилось на первый выпуск у них будет все таки обкаточный поэтому я решил рискнуть кверти давай пиши вопрос пиши стер и забыл понятно молодец так и надо как там илья черт говорил скользи мимо всего и ни к чему не привязываясь у меня все от всегда открыто да конечно простой как валенок да на русском да к сожалению информации нет но там более того что людей просто нету наши индустрии в россии очень мало очень ну сколько лет 15 20 просто в плюс тоже американской индустрии если говорить про игры то что они очень много позаимствовали специалистов очень много перешло из кинопроизводства они очень довольно смежные это такое смешение пошло техническое и художественное а мы у нас в это время белый дом фигачили к примеру зря вопрос сделал я тебе говорил да я перевод туторов делаю всякие но вот я раньше очень много туторов читал я прям жил на этих тутор и завтракал этими туторами обедал туторами я очень много читал анализировал больше всего на самом деле я скажу самое полезное все таки было даже не сами туториалы а глубокий объективный анализ чужих работ в основном это анри которым я каждый раз возвращаюсь почему то прям даже не знаю почему у меня что-то не вдохновляет его работа если честно ну техника отличная дима мы давно выяснили что мы с тобой с разных планет и в этом нет ничего плохого не я просто хочу хотел чтобы ты объяснил что у тебя конкретно я не знаю я помню просто что я это одни среди манач это как с первым сексом ты его запомнилась ну вот это да увидел вот и все то есть она меня вдохновила я на меня прям тянет до конца ну боже вот эта работа одна из моих любимых я не знаю я на нее смотрю мне радостно это был плод подряд у меня был такой чувак я хочу как вот этот чувак рисовать это было так просто он может быть как бы один из первых кто понял как надо рисовать все чего отдал шоу чай первый сиджей в россии один из первых один из первых и надрочился короче делать это раньше всех и все там именно поэтому да он стал сейчас он вообще работает геймбол в том числе лид расходе лид чарактер артист он сейчас вообще не рисует он сейчас трехмеркой занимается ну короче говорю он скорее первых проходит в этом и поэтому он как бы да 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 процент 3d проще перспективу уже надо не надо строить ох сейчас ребята тебе скажу как и насколько это проще там своих заморочек хватает они как правило технически есть отличное положение вещей художественные вопросы и там и там одинаковые но в трехмерке еще и столько всяких технических проблем приплывает что не разгребешь потом я не имею ввиду зебру я считаю вообще что если 3d шник не сном не духом а вообще художки он не 3d шник он человек который точнее он 3d шник но не 3d артист он не трехмерный художник он человек который знает он не знает как это сделать художественным но если он не знает как это сделать художественным ну именно тонкость художественных решений ну он сложного назвать художником это неплохо потому что такие специалисты тоже нужны очень нужны который просто может решить задачу сделать модель без вопросов лучшие трехмерчики умеют рисовать даю вам пример который за которым далеко не надо ходить это бахлычев и тамара и вадим который сейчас blizzard работает они отлично и рисуют и модель при этом они я уверен что они модели хорошо именно потому что они умеют рисовать потому что суть не в том как ты технически охренительно замоделил а в том чтобы вот опять же эмоционально твой персонаж объект работал чтобы он эстетически был приятен ветра я тонюху называют тиранюха поэтому мы с ней общались сегодня буквально переписывались я опять же сказал просто разница тут вопрос чего ты хочешь то есть нужно понимать что специализации очень много и ты должен четко знать что ты хочешь просто по жизни вот я к сожалению кстати на данный момент хотя я вот все ближе и ближе мне целый год потратил чтобы по сути понять в каком направлении я хотел бы двигаться я еще не решил куда я хочу прийти скажем так конечную цель но об этом вам кости вавилова эта лекция есть у меня в вк валяется я на этой лекции был в живую правда это лекция с прошлого года в этом году она была еще лучше но к сожалению ее пока нельзя выкладывать у кого есть вип пропускай си джаванта те могут ее посмотреть в архиве но выкладывать ее нельзя нежелательно вот вот я открыл сейчас она у меня вк лежит си джаванта плюс здесь скорость рисования это его первая лекция вторая была в этом этим декабрем там он немножко лучше даже это все рассказал более конкретно шлифанул скажем так вот я не знаю что мешает комбинировать 2d и 3d ты имеешь ввиду по времени как человеку чтобы как бы там сел порисовал сел помоделил дженерализм это круто я сам до сих пор не отпускают тоже программирование трехмерку именно потому что я очень люблю иметь широкое представление и разговаривать с коллегами там моделлерами на одном языке или программистами я как-то был там диман не даст соврать переводчиком просто навстречу художников программисту потому что люди друг друга не понимают просто на разных языках говорят ценности разные разные культуры уже цивилизации поэтому сложно это это в арт планте помню что мы ездили к ребятам они такие а там паша одно и другое я такой блин короче он имел ввиду это он имел ввиду это а хочется стать профи высокого уровня да все правильно если ты хочешь стать опять же профи высокого уровня конкретной специализации иди в эту сторону забей на все остальное просто радуйся за тех людей которые делают такие классные штуки не метайся об этом краскости говорил но все же желательно держать свой кругозор немножко шире я вам сейчас открою другую книгу которую вы можете легко скачать ох сейчас опять готовьтесь нет я просто рекомендую вот эту книгу прочитать в данном случае у Valve очень четкое понимание этого и в этой книге ну ладно объясню это книга которую работник Valve получает первый рабочий день мне объяснять что вообще здесь происходит потому что там сатана происходит там анархия полная ну я люблю анархию поэтому мне нравится но я вам рекомендую долистать сейчас покажу до какой странички где эта страничка да ё-моё где она ну было же да ё-моё где этот хэвик вот он вот 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 эта картинка вот мне нравится вот точно тоже примерно такой же подход вот это называется вот такенная ширина ширина знаний и вот такенная специализация причём специализация в очень узкой области то есть ты может быть гениальным ну ну нет не гениальным скажем прям охренительным специалистом аниматором к примеру но при этом не знаю уметь рисовать модель иметь представление точнее помните я говорил там иметь представление знать и уметь вот это и есть то есть вот то что вертикаль это уметь это то на чём ты концентрируешь свою жизнь своё время своё внимание а вот то что по ширине это иметь представление а лучше знать об этом хотя бы лучше почитать там про модель про режиссуру про сценаристику это всё очень сильно помогает но главное не брать очень отдалённые области которые находятся в противоположном конце то есть не знаю какой-нибудь знаю вы аниматор и блин даже не знаю какую область найти чтобы анимация была не полезная я уже думал про повара ну в принципе да не ну повар почему и нет почему и нет пекарь ну пекарь конкретно окей да то есть чувак который был булки там тупо весь день стругает это помешает потому что булки тебе никак не помогут они только время отнимут а вот если ты потратишь своё время вот у того же Валеры который здесь сидел и убежал видимо спать есть друг аниматор который записался в школу брэкдэнса только для того чтобы с одной стороны размять кости потому что весь день сидит за компом а вот а другой стороны изучить движение и пластику и возможности человеческого тела средствами танца то есть он зациклив свою систему отдыха на систему общей цели работы его специализации как аниматора при этом тот же аниматор может с удовольствием хотя бы познакомиться с программированием скриптованием и когда ему понадобится создать риг скрипт ему не нужно будет бежать к соседнему программисту он может это сделать либо сам либо объяснить на понятном программисту языке что он хочет все это помогает ну да аниматоры такие зверушки забавные да 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 у него был хороший доклад да на том же Сильжеванте в декабре мы там были с Валеркой что только не делаем да 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 вот в общем мне хендбук этот вот мне нравится просто вот эта формула тэф тэшейп так называемый модул и это на тему специализации я кстати у Костя Вавилова как раз спросил про эту тему он не знал он не читал эту книгу Valve я ему подкинул ему понравилось он правда он хотя не он что не отрицал да он в принципе согласился со всем этим он как раз таки говорил о том что лишь бы исключите из своей жизни то что вам мешает не старайтесь успеть за всем и всюду этого не выйдет скачал я хотел спросить про эту книгу как раз вовремя она есть но Valve она лежит сразу там да я скачал хендбук да так фиш в том что всего так много но при этом лист кружочков и палочек рисуешь 2-3 часа это ты пока рисуешь их 2-3 часа ну не боясь скоро ты будешь рисовать за 5 минут в этом и суть практики практики practice makes perfect как опять же тот же Макс Эльстов озвучил английскую поговорку и по свету и цвету кстати пока кто то есть вот этот видос лучшее что я видел наверное просто название он опять же у меня в видео лежит может и глянуть название это пиксаровский художник пиксар но он на английском хе 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 и перевода вроде нет серьезно просто ну ну вот про эти листы и там кружочки то что там долго рисуешь вот так как раз часть где про мозг говорил там вот эти всякие состояния человека в процессе обучения ну нужно просто понимать что никто из людей этих крутанов которыми мы так восхищаемся и хотим быть так же не родился с пятью стилусами в жопе в каждой руке привязаны к ногам планшеты на пузе или карандаш кисточка там из ушей льется краска это все было они все то же самое прошли они вам скажут любого спросить он скажет то же самое это нелегко это тяжко ну вот единственное что я немножко ну опять же я не делал никогда стедиков практически я в противовес некоторое количество я брал старался брать качеством то есть я уже говорил что я работал больше учился на этих больших моих живых пациентах то есть конкретных работах я решал конкретные проблемы ну пытался выяснить конкретный аспект там на этой работе работаю с цветом на этой работе я пробую усилить там перспективы здесь я шагну смелее там еще что то сделаю всегда на ходу это делал это не очень хорошо и не очень продуктивно на самом деле регулярное повторение будет эффективней не я паблики не люблю смысла не имею но по большому счету все о чем я говорю это есть я поэтому моя страничка что в фейсбуке что в контакте это и есть мой паблик вот ой прессовка фото точно не эффективна это абсолютно правда я не очень верю в эту фигню анализ их брать как реф может быть работать с теми же жестами то есть ты не можешь привести домой натуру ну да здесь приходится с фотками работать на курсах мы это делали как раз на фотографиях обнаженной натуры платный фото материал очень высокое разрешение но стадики я имею ввиду которые ну в резке вот тёж я показывал там какая-то неведомая конструкция да в нескольких ракурсах с разных сторон взгляда с полным верчением в голове этой формы это надо я просто понимаю что я помню я в школе даже это уже умел то есть у меня с этим проблем особых не было потому что я на черчении у нас было два чувака в классе мы с ним делали задания за пять минут и потом бегали всем помогали архитектурка очень классная кстати штука тоже и там в ритме есть и прочие штуки свои понятия ну да в резке да в архитектуре но опять же это подход конструктивный который там ближе к строгановской школе мне нравится я всё-таки люблю решать конкретные задачи поэтому я люблю конструктив именно поэтому я больше люблю линию а не от пятна кстати интересный факт я его не озвучил на общем стриме в этом сумбуре и аду линии в природе не существует это просто такой очень интересный факт который может понять принцип работы линии линии в природе не существует ее создает человеческий мозг на стыке пятен в природе существует только пятна а скорее кроу ну опять же мозг как бы интерпретировать я бы сказал что да и цветовые пятна если брать наверное физику и ray tracing ну я имею ввиду фотоны и прочее ну принципы по которым описывают зрение принципы функционирования зрения то скорее сюда это все пятна то есть по большому счету у тебя есть и хреновое зрение ты же все же видишь и понимаешь несмотря на то что ты просто видишь немножко более мутные пятна ну так это интерпретация это ну в классической живописи же применяется на пятом потому что это такая интерпретация чисто человеческая я просто хочу объяснить что сама тонкость работы линии она как раз лежит именно вот в этом понимании что в природе линии не существует их дорисовывает мозг человек и только по сути они окантовывают пятна ну это очень грубое грубое от этого зависит контроль толщины пластики линии штриховки и прочее это все вот эти исходят из этого то что они существуют на стыке двух пятен это пятен хороший да 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 и к примеру там толщина линии зависит от степени контрастности двух соседних пятен ну такая штука существует ли мозг не знаю мозг надо башку вскрыть посмотреть может там ниточка болтается перерезать уши отвалится у кого то может и нет мозга кстати да встречал таких красавчик и редко но бывает бывает крайность еще рекомендую вот эти пленский Андрея Максимова три лекции особенно красота в изобразительном искусстве подушке классом полки все чпоки они это еще о ком попрощался в мамбле шпать пошел да и тоже сколько там час тридцать ух думаю щас что-нибудь заряжу на выходных работать работа работа что там в паблике в паблисике в паблице Так и не ответил на Скэрри Кроу. Давайте, ладно, крайний вопрос. Это был... Ох, осталось вспомнить. Беда в том, что я не помню. Наверное... А! Там была тонкость Скэрри Кроу. И, кстати, я ее рисовал параллельно с обучением на этих курсах. Точнее, я ее начал до того, как начал учиться на курсах. И закончил уже в процессе обучения. И... Там... Боже, я случайно включил фотошоп. И там произошло магическое преображение, потому что я сделал набросок, и потом на следующей лекции мне как раз рассказали про вот эти ритмы пластиковые жесты и прочее. И у меня башню снесло просто. Я ее перерисовал, и вот получилось то, что получилось. Три месяца где-то это было. Думаю, да, я ее долго рисовал. Но, опять же, параллельно с работой, параллельно с учением, с обучением. Там, свободное время по вечерам. Это фан-арт, потому что мне книга понравилась. Ну, мне персонаж очень вдохновил. Автор книги ее видел, ему понравилось. Алексей Пехов. Это Пехов серия книг «Страж». Рекомендую. Очень хороший фэнтези, очень хороший черный юмор как раз. Это пугало воплощение из черного юмора. Очень мощный персонаж получился. Чего, два нет? Абсолютно ничего. А, ты имеешь в виду аудиокниги? Не, я читал планшетики, планшетики. Вот я купил планшет как-то просто, чтобы он был маленький. Ну, Acer, я имею в виду, таблетку. И в итоге я его юзаю только, чтобы там иногда, может быть, в баре посерфить и нет. И то, очень редко я его с собой беру, нахер он мне нужен. Но в основном, я благодаря ему начал читать в маршрутках. Да, давайте, дружи, хорош. Я вас разгоню сейчас просто пинками. А то я тут долго буду сидеть. Я могу долго говорить. Да, да, Паш. Я вообще не понимаю, чего... Ну ладно, Пашка не спит, а? Валерка, это ты чего не спишь? Во! Прям в тему. Значит, четко. О, мы втроем остались. Хроническое. Где в Мамбле? Да, ну отлично. Это знак, пора спать. Ой, блин, тут пин... Интересно сыпал ништяков. Сейчас на южность. Нет еще. Да, мы все-таки старые хроники. Там Валерка пишет, что они тоже. Хроническое. У меня хроническое реально не то, что не высыпание. Не усыпание. Я пытаюсь лезть в часа, там, в два, в три хотя бы. И один хер я буду лежать до восьми утра и ворочаться, как окаянный, и не высплюсь. Ага, как перестать смотреть картинки и начать рисовать охренительный вопрос. Реально, хватит смотреть картинки. Смотрите их, вдохновляйтесь ими, идите делайте. Я... Нет, давай сейчас как-то сформулирую. Не знаю, это называется «Кто, если не мы?» То есть, если ты действительно хочешь что-то сказать, я имею в виду своей работой, берешь и говоришь. Просто пойми, что глядя на картинку, она сама не нарисуется. И этого будет достаточно. Не, есть еще простой способ, наверное, ну, в общем, такой. Это осознание факта смерти. И осознание конечности бытия. Вопрос очень хитрый, но он помогает. Это чел, который плюс десять к рисованию говорил, да? Да, и он тоже говорил, Костя Вавилов. Вот. А, еще, да, могу дополнить, как прекратить смотреть картинки. Какой-нибудь трек «Анаконда» сейчас, я тебе его подскажу. Он тебе поможет. Я просто люблю музыку, я без музыки жить не могу. Так. Правда, у меня в основном там панкуха всякая. Так. Нет, «Анаконда» с... «Автономный генератор жизни». Вот, вот это вот, вот это послушай. Сразу поешь рисовать. Серьезно. Там демотивация тридцатого уровня. О, да. Я не зря эту работу отложил. Да, в том-то деле я, ну, пытался об этом все не сказать. Там силуэт, не силуэт. Детализация не важна. Абсолютно. «Анаконда» и «Нойз» это, наверное, единственное, что из речитативчиков. Ну, кирпичи еще, может быть. Я серьезно, я больше по панку. Или металл на крайняк. Рок. Причем русский в основном. Потому что у меня опять же сюжета. То есть там, «О, у нас князь будет через неделю. Пойду на князя». «Уааааа». Пойду на концерт. Мне тут друг позвонил, напомнил. А я такой, «Нихрена себе, я забыл». И «Кукриниксич» потом еще в апреле. И «Пикник». Я такой, «Аааа, круть». Сезон концертов. Я не знаю, когда работать. Как лучше. Еще такой есть. Лежит идея. Ты не смотришь. Саша, хорошо. Лежит идея. Да. Так вот эта идея должна вас стимулировать. На самом деле, я говорю, я делал проще. Я брал эту идею и рисовал как мог. Оставлял и делал следующую идею как мог. Потом следующую идею как мог. И все это вот лежит на сайте. По сути. Там есть у меня ранние совсем работы сырые. Ну вот, к примеру, Джокер, с которым я отчет некоторый веду. Это момент, когда я устроился на студию. Вот Димана с которой. Который давным-давно, в 2008 году. Там у меня был очень буст сильный. Именно из-за того, что у меня наконец появились рядом люди, которые не могут поговорить на одном языке. И об одном и том же. И очень сильно это сподвигло. То есть я потерял страх. Страх ошибиться. Страх. Вообще. Я просто начал рисовать. То есть я брал идею и делал. Да, первую работу, я говорю, тратили. Очень много времени уходило. Больше, больше. Ты анализируешь. Ты это пытаешь. Выясни, где был затык. Почему был затык. В следующей работе ты уже не допускаешь этой ошибки. Потом постепенно усложняешь себе работу. Ставишь более амбициозную цель. Задумки. Страх, страх, страх. Сейчас. Да, можно упрощать тоже. Вообще упрощать сложнее, чем наворачивать. Да нет, страх он как бы всегда есть. Но он такой. Ты просто со временем его принимаешь. Есть некоторая неуверенность, когда ты не знаешь, куда шагнуть. Там с новой техникой. Впрочем. Хочешь как-то изменить. Я вот сейчас варюсь примерно в таком состоянии. Я понимаю, что я скорее всего буду отходить в сторону от того, что я делал в последнее время. И хочу немножко в другую сторону уйти. И по технике, и по стилю, и по содержанию, и по подаче. Но это хорошо, это классно. Самый классный пример это Дэйв Рапозе. Серьезно. Сравните его, то, что он делал сейчас, то, что он делал тогда, на ранних этапах. Это круто. Это был очень смелый шаг. То, что он делал сейчас, это убер-смелая херня. Она очень классная. Там вот эта его неряшливая линия, это осознанное решение, я вас уверяю. Это не просто потому, что он линии не умеет проводить. Это потому, что это делает его работу куда более выразительной. Это просто корявые линии с заливочками, боже. Но они работают настолько мощно и лаконично. То есть он использует минимум средств для достижения того же эффекта, который он раньше выдрючивал, до очень-очень-очень-очень выдрючивал. И вот я к тому же сейчас прихожу, то есть выдрючка вообще смысла не имеет. Да-да-да, вот вопрос там про последний... Да, Валера правильно говорит. Или это ко мне вопрос, покажи Валеру, точнее. До слова. А, всё, понял, Джобса цитируешь. Да, всё правильно, на любой вопрос будет всегда два ответа. Это любовь и смерть. Да, они отвечают на любой вопрос. 46. Ну да, мы сейчас и тут два часа настримим. Бугагэшники. Ладно, не идите спать уже. Куски краски от холста. Неважно, у тебя это прёт, молодец. Главное, чтобы тебя пёрло. Не обращай внимания вообще ни на кого. Главное, чтобы тебе это нравилось. Не выключи стрим. Вот я выключу стрим. И что я дальше делать буду? В доту играть здесь? Потому что я сейчас не усну. О, одна из моих тоже. Любимых работ Анри. Кстати, вот эта работа нарисована как раз один холст, одна кисть. Правда, это пейнтер, а не фотошоп. А, у тебя стримы зависимость. Пока не вырубится, не уйдёшь? Ха-ха-ха. Я могу не выключать. Нет, не могу не выключать, а то у меня записи идёт. Ладно, вот на этой грустной, моей любимой картинке. Она классная. Она охренительная просто. Такая... А, обалденно. Эээ... Пейнт... Вот, блин, ну это всего лишь инструменты, я не знаю. Попробуйте и то, и то, что вам понравится. Здесь абсолютно индивидуальная тема. Ну, есть там некоторые моменты, что в студиях в основном фотошоп используют. Да, есть такое. Потому что он в пайплайм вписан, потому что копии продукта куплены на машину. И вам никто отдельно пейнтер покупать не будет. Ну, не бойтесь, если вам нравится. Он Анри рисует в пейнтере. Рома Гуров в пейнтере рисует. На мой взгляд, пейнтер куда более удобен людям, как раз таки, с академическим образованием. Потому что им будут привычнее те инструменты и логика построения этого софта. Но я инженер. Мне фотошоп нравится. Особенно после того, как я нашел эту кисточку. Колдунскую. Ну, он не колдунская просто. Я впервые понял, что наклоны планшета можно использовать. И он, блин, реально клевый. Я пять лет работал без наклона. И тут понял, что, блин... Давай, все равно осталось уже спрашивать. Пока ты пишешь, я дополню про пейнтера. У пейнтера есть одна единственная вещь, которая меня прельщает безумно. Но... Все-таки я не перейду. У него очень хитрый алгоритм смешения красок, цвета. И из-за этого работы пейнтера выглядят более живописно, чем фотошоповские. Фотошоповские всегда более деревянные, а не такие... Пластиковые. Да, это правда. Об этом Рома Гуру хорошо говорил. Ну, вот на этой работе видно. То есть там из-за мазка идет смешение, сколько ты его тянешь. Там какой-то хитрый алгоритм. И вот если бы этот алгоритм фотошоп перенесли, я был бы счастлив просто. Или хоть какой-то софт отдельный, чтобы два этих подхода были совмещены. То есть некоторая архитектура фотошопа и вот некоторые внутренние логики пейнтера. Потому что у фотошопа божественная архитектура, но... Вот есть такие затыки. Алгоритмы разные. Смешивание-то есть, но математика работает по-разному. Так, Кварти, давай ждут вопросы. Смешивание-то. Захистка-то. Ну, да. Смешивание-то. Ну, да. Ну, помнишь. какие-то, как вы делаете по-разному. И, конечно, это не так. как следует полиплайну например, лайн потом залил форму цвет нет, получается слои не плодятся в момент, что замкнет и начнешь пятно возить на одном слое и плодить в беспорядочные слои погоди-ка, еще раз перечитаю но бывает момент, что замкнет и начнешь пятно возить беспорядочные слои я вообще сливаю слои да нет в принципе да, я вот немножко экспериментировал в последнее время менял скажем так процентность смешения линий по времени лайн арта или пост рендера или наоборот покраски линий и все таки пришел вот к той схеме ну, убедился, что мне более ближе и удобнее схема, которую я как раз таки использовал на мистера фризе это очень черновой лайн арт который выполняет функцию миниатюрный поиск она рисуется очень маленькая как-то потом ты ее увеличиваешь по сути в нужные разрешения ты уже знаешь форматы кадрирования кадрирование, запас берешь, вся фигня после ты так или показать нет, я уже не буду показывать после делается поверх делается чистовой лайн арт прям очень ну, такой ну, ты видел лайн арт, наверное там из фриза у меня степ-бай-степ в принципе лежит давай я его открою ну, вот оно собственно, здесь все есть это вот ранние поиски дальше окей который включает действия ошибки все таки фишка в чем почему я люблю именно все таки остановился именно на этом пайплэне он немножко удобнее в продакшене с той точки зрения что есть небольшой такой негласный принцип художника в любой момент твоя работа должна выглядеть законченной а в продакшене это то есть работа в команде над проектом это еще удобнее потому что на каком бы этапе если ты работу не показал по сути вы уже видите в какую сторону она движется или она фактически закончена то есть если посмотреть на вот этот эскиз справа по сути все уже понятно все понятно работает оно или не работает в каком ключе оно будет работать здесь световая разбивка это так приблуда просто для себя делал вот сверху чистовой ланарт проверяем там детали вся фигня ну как бы убеждаемся я тут нашумил немного внизу и сверху и вообще снизу цветовой набросок ну такой черновой с учетом что как бы линии просто мультиплайм поверх ложишь и все снизу в цвете прям на одном слое вообще не парюсь просто под этими линиями фигачивший цвет и потом все это сливаешь а тут главное сделать бэкап как избавиться как раз от страха ошибки делай бэкапы я тебе сейчас покажу любой свой проект это вопрос как бы программирование как раз которое меня научил в универе бэкапы святое фишка в том что как только ты делаешь бэкап ты моментально себя страхуешь от страха ошибиться испортить или потерять работу и ты спокойно можешь продолжить сделать следующий шаг абсолютно легко и непринужденно а в нашей работе это самое важное ну вот для этого админы есть я вот сам админ немного и друзья у меня админы и админов обычно не любят там не знаю любую давай нет из крайнего что-нибудь hang of shadows image illustration вот у меня всегда лежит вот такая структура то есть по сути исходник которым всегда работа ведется это выходной файл который получаю ну или их два там тиф еще иногда бывает для печати и папка бэкап которую открываешь и понимаешь их и ну и тут бывает вот таких номераций там до сотни просто и эта хрень там весит ту его кучу но при этом я сохраняю все степы я сохраняю спокойствие свое при этом там не знаю на дропбокс можно но я просто текущий проект с которым работаю закидываю на дропбокс все тоже и не боюсь что он куда-то пропадет если у меня винт полетит просто свн гемориться с свн ты его админи не замучаешься если ты его для себя будешь ставить в одно рыло просто ну вот для одного себя он не имеет никакого смысла как и гид как и свн ну вот да да Валерка еще уточняет да в анимации тоже очень критично то есть когда ты в какой-то момент понимаешь что ты что-то не в ту сторону пошел и понимаешь где ты пошел берешь этот бэкап и все при этом у нас на работе были ситуации когда чувак собирал все один чувак собирал сцену ну грубо и все исходники в одну кучу внес туда изменения которые нам нужно было откатить а бэкап он просто вот чуть ли не принципиально не делал ну и мы сказали твои проблемы нам нужно откатить откатывай как хочешь да это волшебно нет просто ctrl s нет я просто делаю обычно проще я беру вот этот мой подход мне нравится давай это давай покажу сейчас то есть я работаю в одном файле и ctrl s жмется просто по кд но в какой то момент я понимаю что сейчас я сделаю ну собираюсь сделать какое то важное движение решения или еще что то там слить слои это критическое изменение файла в этот случай я сворачиваю фотошоп нажимаю ctrl c на файлик исходник открываю папочку бэкап положу ее сюда она такая тяжелая и переименовываю ее в новую версию я люблю ручные бэкапы потому что иногда я запоминаю в каком именно номере или делаю пометку в каком номере у меня какое то состояние важное было это хочется дополнить давай в фотошопе же когда ctrl shift нажимаешь он сохраняется флажком сохранить копию ты можешь выбрать файл в который это все сохранится он туда сохранит но открытым останет твой файл ну я понял у меня процесс копирования а мне нравится мне просто нравится процесс копирования спасибо у меня на фотошопе возды стоит геймерские там кисть стерка размер ну как в играх возды qe rf ну геймерская раскладка на фотошопе поэтому я не помню что было на и по умолчанию и ладно два часа ночи все я думаю на этом достаточно все давайте всем бобра всем бобра точно это с нет погоди с там по дефолту на с что то стоит хитро я не помню ладно всем пока то мы так долго до завтра до завтра я у себя на сайте тоже там повыкладываю все это дело ну как руки дойдут сначала паблик разберется а вот эту запись авторпати я у себя скажите только выложу ну залить мне придется видимо на свой канал или просто хитбокс как то я скопить пастю все всем бобра спокойной ночи пока следующий не знаю когда освобожусь и может быть не знаю сложно сказать потому что сначала сайт хочу переделать потом еще что то там еще что то ну давай спасибо приятно не просто не в пустоту так то я болтать люблю мне поговорить не с кем я один дома ну смысле даже пукан не взорвало спасибо это блин прям комплимент ладно аригато или как оно там по японски да да классный смейли блин ладно у меня ломка я еще нажму кнопку не смотрю каааа пусть и Продолжение следует...